Доброе утро, мальчики и девочки! Привет, ребята! Каркуша, я знаю, что ты любишь загадки. Ой, люблю! И даже очень! Но сегодня у нас занятие в мастерской. Или ты забыл? Ну, одно другому не мешает. Предлагаю тебе с ребятами отгадать, кого мы сегодня будем мастерить. Ну, судя по мохнатой проволоке, должно получиться что-то пушистое. Хотя есть ещё круг из цветной бумаги, палочка для мороженого, чёрный маркер. Да, и к тому же клей, ножницы, карандаш и вот такие кругляши. Вот они, кругляши-малыши. Глядя на этот набор, наверное, трудно догадаться, что я придумал, поэтому слушайте загадку. Догадайтесь сами, что за зверь с усами. Нос в морозы прячет, за клубочком скачет. Самый главный враг мышей забавляет малышей. Ластится, мяукает, малышей баюкает. Ну, твою загадку даже самые маленькие наши зрители отгадают. Правда, ребята? Это же кот! Верно! Вот именно его... Та-дам! Мы и будем делать. Один котёнок у нас уже есть. Знакомьтесь, это пушистик, и ему очень нужен приятель для весёлых игр. Ой, да, маленькие котята такие неугомонные и очень любят поиграть. Серёжа, с чего начнём? Сделаем второму котику голову с симпатичной мордочкой. Первым делом нарисуем на круглой заготовке небольшой полукруг. Можно по примеру первого котёнка. Вот, ребята, что должно получиться. А его нужно будет отрезать? Конечно, абсолютно верно. Берём маникюрные ножницы и аккуратно разрезаем по линиям. Так, у котёнка появились ушки. Надо их ему дорисовать. С удовольствием. Только предлагаю сначала приклеить на нашу заготовку глаза. Я их вырезал заранее из чёрной бумаги. Серёжа, а чем ты нарисовал белые точки? Красками? Нет, белым маркером. Но ребята могут использовать краски и даже пластилин. Глазки приклеиваю при помощи клея-карандаша. Один глазик. Готово. И рядышком другой. Ну всё, глазки готовы. Давай рисовать уши. Берём чёрный маркер. Да, уши у котика похожи на две чёрные капельки. Именно их и рисуем. Капелька раз. И точно такую же рисуем с другой стороны. Вот, продолжаем работать. Каркуша, скажи, пожалуйста, на что похожи эти три полоски? Ой, ну, не знаю. Наверное, на след от кошачьих коготков. Нам осталось нарисовать мордочку с носиком и усами. Вот такой чёрный нос. Мордочка. И усы торчат в разные стороны. Ой, какие они симпатичные, эти котята. Жду не дождусь, когда они начнут играть друг с другом. За ними так весело наблюдать. А я уже собираюсь нарисовать на палочке от мороженого лапки. Для этого просто проведу маркером небольшую полоску в нижней части палочки. Вот здесь. Смотрите внимательно, ребята. Полоска. И вот здесь, справа и слева, добавляю пару коготков. Серёжа, ну ты же взял какую-то сломанную палочку. Это потому, что такой длины нам будет достаточно. Так тело у котика не будет слишком длинным. Ну что, приклеим котику голову? Давай. Для этого используем клеевой пистолет. Маленькая капелька горячего клея. Соединяем детали. Ждём, пока клей высохнет. И вот, что у нас должно получиться. Здорово! Осталось намотать проволоку. И поделка готова. Чтобы надёжно зафиксировать проволоку, предлагаю также капнуть немного горячего клея. Вот сюда. Загибаем проволоку. Аккуратно. Клей горячий. Поэтому пусть здесь вам помогут родители. И наматываем её по кругу. Вот так вот. Раз, два, три. Ну, наматываем проволоку же не до конца. Да, Серёжа? Нет, конечно. Ведь котику нужны лапки и симпатичный пушистый хвостик. Давай загибай его скорее. И знакомь наших котят друг с другом. Секундочку, Каркуша. Вот, хвостик готов. Привет! Я пушистик. А ты? Ой, мы же ему имя не придумали. О, Серёжа, а давай назовём его Рыжик. Отличное имя. Рыжик. Привет, Рыжик. Привет, Каркуша. Привет, ребята. Давайте играть. Ой, приятели, погодите немножко. Нам нужно закончить занятие. Ребята, рисуйте, творите, фантазируйте и мастерите вместе с Каркушей и Серёжей на канале Карусей. Мур-мяу! Побежали, Пушистик, побежали, Рыжик. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Как много и всего интересного и весёлого. Здорово! Субтитры сделал DimaTorzok